Крылья с чердака Чем распорядитель этой драмы пускает нас в расход? На конфетти. И каждого в конце своей программы. К чему ему фальшивый фейерверк, Когда вокруг величия восходов? Он трудится зачем из века в век сооружая праздник из ухода? Хорошего нет в этом ничего. Не надо делать вид, что все нормально, Уходят все, ушедших большинство. Цена ухода тоже минимальна. Короткий спич, что он был лучше всех. Она была красивой, умной дамой. Зачем ему сомнительный успех? Зачем он стал гвоздем чужой программы? Он разум дал, чтоб ты осознавал неотвратимость своего ухода. А он пока устроит карнавал на фоне равнодушного восхода. Из века в век все тот же ритуал. Он исполняет здесь, собственно, ручно. Мы для него расходный материал. Все оптом, не по группам, не поштучно. И кажется, что держится земля На тех, кто это все не принимает, Кто голову прикроет короля. И есть всегда, который не стреляет. И где-то рядом есть мальчишка-принц. Он маленький, но искренний и верный. Есть малый шанс, что мы с тобой из птиц. И есть икар в любом из нас, наверное. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Валерия Кореная За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Сегодняшнюю программу я позволила себе Начать с собственного стихотворения, Которое назвала «Распорядитель». Оно, на мой взгляд, в какой-то мере отражает Жизнь по-голливудски красивой Российской женщины-актрисы, Красавицы, которую считали богатой И не возвращали долги. Красавицы, жившие в нищете. Но она взлетала снова и снова, Вопреки всему. Судьба выделила ей всего 57 лет. Ярких, как она сама, И трудных, как все данные ей испытания. Любовь Полищук. Притягательной красоты, Эффектная женщина, Актриса – праздник, Которую невозможно не любить, У которой всегда все хорошо, Для окружающих. Вот бывают такие лица, О которых не оторваться, Какое бы выражение Они не надевали на себя. Неважно, молчит ее героиня, Плачет или смеется, В каждой своей эмоции Полищук прекрасна. Ее нельзя было не запомнить, Конечно же, в первой, Самой громкой роли. Маленькой, но роли фейерверки В «Двенадцати стульях» режиссера Марка Захарова, Где эта роковая, Обворожительная красотка Танцует танго страсти С Андреем Мироновым, Обреченно сохраняя На протяжении всей Танцевально-песенной сцены Лицо женщины-вамп С легким налетом идиотизма. И ведь не оторваться. Захаров говорил, Что Полищук была воплощением Актерской дерзости. Вот на мой взгляд, Это самый точный И самый желанный комплимент Для актера. Потом уже В перестроечную эру Был нашумевший фильм Интер-девочка Петра Тодоровского, Где блистательная Полищук оторвалась По полной, Согравзинку, Даму легкого поведения С нелегкой судьбой. Фильм вышел В 1989 году, Когда актрисе было 40. Я была на премьере картины, Помню, как зал не дышал, Обалдев от смелости, С которой снят фильм. Он разорвал все шаблоны Советского кино, Показав жизнь И судьбу валютных проституток Настолько пронзительно, Что мы с вами им сочувствовали И переживали за них. В актерском существовании, Будь то на сцене Или на экране, Любовь Полищук Сохраняла элемент эстрады, Иногда очевидный, Крупным мазком, А иногда едва уловимый, Тонкой кистью. Он хорошо был виден На крупных планах. Эстрады в самом хорошем смысле Этого слова Яркой, С умением импровизировать И с первой минуты Хватать зал за горло Так, что он становился На эти два-три часа Рабом актрисы. Ей было комфортнее В таких же ослепительных работах, Как и она сама. С уклоном в комедию, Юмор, Бурлеск. В работах Без рамок и ограничений. Да где же их взять? Особенно, когда Мосфильмовское начальство Провозглашает твое лицо Несоветским И запрещает Давать тебе главные роли. Так было после «Двенадцати стульев». Годы эпизодов Ярких, Но эпизодов. Появлялись и другие работы Социальные, Бытовые, В которых выглядела Любовь Полищук Не так ярко, Где она была простой, Трогательной, Ранимой И все равно Запоминающейся. Как, например, В картине Семьдесят девятого года В моей смерти Прошу винить Клаву Ка, Где в одной из сцен Ее героиня Говорит о себе Или все, Или ничего. Сейчас мы с вами Можем насчитать Почти сотню фильмов, В которых За свою короткую жизнь Успела сняться актриса. И вроде получила она все. Но это только вроде. Если бы она родилась В другой стране, Она, несомненно, Стала бы голливудской звездой. Для этого у нее было все. Но Полищук Такая жизнь была бы И не нужна. Однажды она сказала, Что ей нравилось, Согласно фаине Георгиевне Ироневской, Плавать Баттерфляем в унитазе. Как бы то ни было, Были времена, Когда у Полищук Не было ничего, Кроме съемного жилья В Москве. Кроме нищеты И маленького сына. Они спали На одном матрасе Вдвоем Поселенном на полу. Она работала За копейки В эстрадных программах. Голодала. За блистательным Внешним фасадом Эта женщина-праздник Тщательно скрывала Цену Своей мечты. Боль. И душевную, И физическую. Только сцены И съемки в кино Могли купировать Эту боль. И она хваталась За эту сцену, Которая была Уготована ей С детства. Она, Девчонка Из простой семьи, Строительного Рабочего И швеи, Влюбилась В непохожую жизнь Еще ребенком, Когда приходила Глухонемой соседке Смотреть телевизор, Единственный в округе. Люба даже Выучила язык жестов, Чтобы общаться С соседкой. Маленькая Люба Хотела вырваться Из серости будней Стать певицей, Актрисой, Балериной. Конечно, Огни рампы, Свет прожекторов, Зрительская любовь, Аплодисменты, Цветы. Вот то, Своим детей. Ну какие дети, Когда живешь на колесах, В грязных гостиницах Без элементарных удобств. Кто платит За успех здоровьем? Конечно, Самое главное Об актере Говорят его работы На сцене Или на экране. Но любая роль Так или иначе Отражает реальную Жизнь артиста. Даже если На первый взгляд Его персонаж Далек от самого Октябра И чаще От обратного. Чем труднее жизнь, Чем больше Она пригибает К земле, Тем ярче И смешнее роли. Тем свободнее Артист Парит. Любовь Полищук Тому пример. Увы, Она вытянула Не самую козырную Карту Из своей жизненной колоды. Ее козыри Оказались с ней На сцене И в киноработах. И то далеко не все. Она же Не состоялась В той мере, Которую заслуживала. Как актриса. Наверняка Кто-то из вас Помнит актрису На сцене В спектакле А че это ты во фраке Театра Школы современной пьесы. Там она на пуантах Делала фуэте. Но как? Смешно И блистательно. Стройная, Высокая, С безупречной фигурой На пуантах. И при этом Не балерина В классическом Понимании этого слова. В балетную школу Ее-то не взяли Еще в детстве Из-за высокого роста. Полищук Умудрялась В этом водевильно-зрелищном Представлении С потрясающими Партнерами Петренко и Филозовым Сочетать В своей героине С ногсшибательную Оперную диву И замотанную жизнью Простую советскую Женщину-бабу Всем своим видом То в шпагате На который она садилась Легко и непринужденно То в классическом Батмане Который она швыряла Как бы Походе Актриса изящно Вплетала Высокие материи В канву Низости Реальной земной жизни Только артист На сцене И может Вот таким Волшебным образом Нам с вами Показать Как эти Вроде Несочетаемые Материи Уживаются Вместе Там на сцене Наша с вами Концентрированная жизнь Самые интересные Выжимки Из нее Режиссеры Актеры Так искусно Вытаскивают Из этих Консервных Банок Жизнь И оформляют Перед подачей На стол Что зритель думает Ах как просто Ах как легко Они это делают Так должно быть Труд Должен оставаться За кулисами За кадром А за кулисами И за кадром Любови Полищук Проблемы со здоровьем Боль И отсутствие Достойной жизни Зато на сцене Актриса блещет В роли Клоунессы В спектакле Московского Театра Миниатюр Хармс Чармс Шардам Или Школа клоунов Это была единственная Женская роль В спектакле Где красавица Полищук С невероятной Харизмой Творила такое Что зал Визжал от восторга Да еще партнеры Что надо Роман Карцев И Евгений Герчаков Я помню Этот спектакль Полищук Синтетическая актриса Она могла сыграть Абсолютно все От Марлен Дитрих С которой Кстати Ее нередко Сравнивали До телефонной книги Даже это было бы Феерично В ее исполнении Она никогда Не останавливалась В детстве Не приняли в балет Ну и что Она записалась В школьный хор И стала солисткой Правда Ничто не давалось Ей просто так Без боя Все Надо было Отвоевывать Люба Отправилась Из родного Омска В Москву Поступать на актерский Но опоздала На ступительные экзамены Три ночи провела На вокзале Спала на скамейках В зале ожидания Питалась закусочных Пришлось вернуться домой Там она устроилась В Омскую филармонию И там же познакомилась С будущим мужем Актером Валерием Макаровым Ей было 18 Ему на 2 года больше Она влюбилась Талантливый актер Мощный темперамент Красивые стихи пишет Музыку сочиняет Поет под гитару Валерию Макарову Принадлежат К примеру Вот эти строки Актерская доля Загадка веков Шампанское Скорку и хлеба Сегодня она Развлечение богов А завтра Проклятие неба Их пару Полищук Макаров Актерская доля Соединила Они стали вместе Работать в концертных Программах Как артисты Разговорного жанра Ставили шутливые сценки Читали комические монологи Публика любила этот дуэт И они любили друг друга Они поженились И в 72-м году На свет появляется сын Алексей Макаров Впоследствии Тоже ставший актером Роды были тяжелыми Длились трое суток Потом Вспоминала любовь Полищук У нее долго болело тело Особенно спина О совместной жизни Она надеялась Она надеялась Еще сохранить отца Для ребенка И сберечь семью Но Спустя 6 лет Поняла, что Беречь Это нечего Они развелись Умер он В 45 лет Выпил с друзьями Проводил их до электрички Зашел в магазин За пивом Пива не оказалось Вернулся с пустым Бидоном домой И Сердце Узнав об этом Полищук Срочно вылетела Из Москвы В Омск На похороны В 1979 году Любовь Полищук Становится актрисой Московского театра Миниатюр Позже Эрмитаж Где она проработает 7 лет И превратится В настоящую приму На сцене этого театра Она будет блистать Как впрочем и в кино В рамках которого Ей тесно Ты такой ослепительный Не укладывающийся В обычной рамке Актрисы Надо было писать Специальные сценарии Кстати диплом Об актерском образовании Она получит Лишь в 1985 году В 36 лет Окончив ГИТИС Заочно Это был тот редкий случай Когда учиться Нечему Она все постигала сама С помощью таланта И упорного труда Любовь Григорьевна Говорила Что в детстве Была гадким утенком Тощей, длинной Ноги свои считала кривыми Волосы непышными Глаза косыми Фигуру костлявой Да еще букву Р Не выговаривала Любая другая С таким джентльменским набором Забаррикадировалась бы В броне своих проблем Любая Но не Люба У нее были крупные кисти Рук Нога 42-го размера Но она посмеивалась Не руки, а грабли Не ноги, а ласты И любила носить каблуки Она работала На дикции И справляла букву Р Чтобы волосы Росли по-другому Постриглась Почти под ноль А стройности Ног добивалась То стоя часами Перед зеркалом В балетной позе До боли в суставах То перевязывая ноги Скакалкой Гадкий утенок Превратился В ослепительной красотой Женщину Неподражаемую актрису С королевскими Чертами лица Ей бы и играть Этих королев Но тянуло ее В острохарактерные роли Внутри этих персонажей Она чувствовала себя Наиболее комфортно И свободно У королев Слишком много запретов И ограничений Служа в театре Эрмитаж Она мечтала сыграть Болгаковскую Маргариту Режиссер Михаил Левитин Ей эту роль даже обещал Но потом отдал ее Ольге Остроумовой Своей Тогдашней жене В театре такое случается И скандалы происходят И роли уходят К другим актерам И спектакли снимают Вот этот спектакль Тоже не состоялся Наверняка Полищук Была бы одной из лучших Маргариты Ей нужна была квартира Она по крохам Собирала свои несчастные копейки Чтобы купить Жилплощадь в Москве И поэтому соглашалась На любые В том числе Маленькие роли В итоге Ей удалось Приобрести Эту желанную Недвижимость Из обстановки Там был Тот самый матрас На котором Она спала Вместе с маленьким сыном И стол В виде ящика Из-под фруктов Потом Она не забудет Как ей жилось В проголодь И всегда Будет подавать Нищим И давать в долг И прощать Этот долг Ну конечно Она же выглядела Как очень обеспеченный человек Вот ей долги И не возвращали Любови Полищук Было 34 Когда она Устами своей героини В фильме Если можешь прости Только что вышедшего На экраны Говорит Чего я дура Чтоб быть недовольной Вот так сама актриса И жила Довольной Блестящей Успешной Для нас С вами Зрители Никто не знал Как дорого Она платит За эту видимость Успеха У самой Полищук Как и у ее героини В этой картине Сын уже Жил с чужими людьми В интернате Куда она была Вынуждена отдать его До школы Он всегда был с ней В театре На гастролях И на съемках И вот теперь Душа ее была Не на месте Да Она переживала Из-за малой Востребованности В кино Да Не советское лицо Для советских начальников Но зрителей Не проведешь Эпизоды С участием Полищук Запоминались больше Чем работы Некоторых актеров В главных ролях Так вот Ей 34 Личная жизнь Не складывается Да какое там Жизнь Не складывается Да Зал театра Рукоплещет актрисе Успех Цветы Но с уходом За кулисы Начинается Реальная жизнь Неустроенная Но должна же Была судьба Хоть как-то Ее отблагодарить За стойкость За талант Ну За порядочность В конце концов И вот В один из дней К ней за кулисы После спектакля Приходит Та самая Судьба Художник Анималист Сергей Цегаль Внук Писательницы Мария Эта Шагиняна Давно Хотел познакомиться С этой красоткой Еще бы Об этом Мечтали Многие Мужчины Но Любовь Григорьевна Умела Говорить Нет И ничего Не делала С выгодой Для себя Сергей Хотел Чтобы его Представили Сам Не осмеливался Подступиться И он Нашел Выход На полещук Через Кого-то Из своих Друзей Поначалу Цегаль Не произвел На нее Впечатлений Он волновался И тушевался Перед известной Актрисой Но все же Сумел быть Настойчивым Красиво Ухаживал И любовь Сдалась Узнав О беременности Она спросила Не женишься Ли ты на мне А то я Одна Двоих Детей Не потяну Он растерялся И ничего Сразу Не ответил Потом Его родители Рассказали Любе Что Сергей Пришел Ошарашенный Сообщил О грядущем Ребенке Девочке И сказал Что не знает Как быть Родители Отправили его За цветами Велели Встать на колени Перед Любой И просить Ее руки Так он и сделал Правда Какое-то время Тщательно скрывал От всех Что они Скорее поженятся Говорил Что боялся Что кто-то Может Отобрать его Счастье Его Любу Сергей Сразу решил Что надо забрать Из интерната Сына Любой Алексея В 85-м Родилась Дочка Мариета Тоже ставшая Актрисой Личная жизнь Любови Полищук Наладила Сказалась Она счастлива Рядом Любящий муж Дети Любят Зрители Потом Когда актриса Уйдет из жизни Ее сын Алексей Скажет Что абсолютно Счастливой Мама Никогда Не была В 89-м Году Полищук Снялась В главной Роли В фильме Любовь С привилегиями Ее героиня Узнает Что ее Новый муж Партийный босс Его играет Вячеслав Тихонов В сталинские времена Был одним из тех Кто подписал Письмо После которого Расстреляли Ее отца Она не может С этим смириться И супруги Расходятся Символично Звучит Приговор Партийного босса Ставший Последней фразой Картины Вы всей Всегда Будете Зависеть От нас Все Но не героиня Полищук И конечно же Не сама актриса Да Любой актер Это зависимость От режиссеров От сценария Это всегда ожидание Звонка И приглашения На новую роль Главную роль В год знакомства Со своим будущим Вторым мужем Полищук получает Звание Заслуженной артистки РСФСР В 90-х Когда кино Практически не снималось Им не будет Хватать денег У Сергея Особо дорогих заказов Никогда не было И заслуженная А потом народная Артистка России Станет подрабатывать Частным извозом Она будет выходить После спектакля Надевать Большие Солнцезащитные Очки Прятать волосы Под шапку И отправляться Бомбить И оставаться Неузнанной А в своей Параллельной жизни Продолжать Сниматься И будут Выходить Такие фильмы Как Комедийное Происшествие В уйти на озерске Очень яркий образ Она воплотит на экране В фильме Презумпция невиновности Сыграв роль Известной певицы У которой в вагоне поезда Пропадает пиджак За гранпаспортом А ей надо Ехать на гастроли Полищук Еще будет играть На сцене Театра современной пьесы Ее любовь К пародиям Проявится в музыкальной Миниатюре Звездная ночь В Камергерском Где она вместе С Колей Добрыниным Спародирует Лайзу Миннелли В фильме Кабарет И каждый раз Зритель будет восторгаться И бросать на сцену Букеты цветов Дома будет Любимый муж и дети И будет казаться Жизнь прекрасна Просто иногда В ней Как в любой другой жизни Случаются Неприятности Первый раз Она не выйдет на сцену Во время резкого скачка Давления Это случится в гримерке Потом Во время спектакля Соломенная шляпка Где по роли Она делала Акробатический трек У нее выскочат Межпозвоночные диски И от дикой боли Прямо на сцене Она упадет Без сознания Более полугода В больнице В неподвижности С корсетами Обезболивающими уколами Предсказаниями врачей О жизни на костылях Но Она не сдастся Встанет на ноги А в двухтысячном Попадет в автомобильную аварию Тогда она второй раз В жизни не выйдет на сцену Потом она все же Будет играть В ортопедическом корсете Эти И многие другие события В жизни актрисы Словно пытаются сломать ее Но она держится За свои годы И часы счастья Сто часов счастья Разве этого мало Я его как песок Золотой намывала Собирала любовно Неутомимо По крупице, по капле По искре, по блестке Принимала в подарок От каждой звезды И березки Сколько дней проводила За счастьем в вагоне На продрогшем перроне В гремящем вагоне Обнимала его, целовала Я в недопленном доме Ворошила над ним Колдовала Случалось, бывало Что из горького горя Я счастье свое Обнимала Это зря говорится Что надо счастливой родиться Надо только, чтоб сердце Не стыдилось над счастьем трудиться Чтобы не было сердца Ленивого, спасибо Чтоб за каждую малость Оно говорило спасибо Поверьте, это зря говорится Что надо счастливой родиться Что надо счастливой родиться Надо только, чтоб сердце Не стыдилось под счастьем трудиться Чтобы не было сердце Лениво, слесиво Чтоб за каждую малость Оно говорило спасибо 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 Сто часов счастья Чистейшего без обмана Сто часов счастья Ну разве этого мало Сто часов счастья Сто часов счастья Сто часов счастья Нет, это немало Алла Борисовна Пугачева спела о своих часах Счастья На стихе Вероники Тушновой Но очень мало часов Сто часов этого счастья Выпало на долю Любови Полищук Всего 57 лет А это всего лишь Каких-то 500 тысяч Часов Чуть позже Мы с вами узнаем Об отце актрисы Кем он был Добряком или деспотом Узнаем о том Что делала маленькая Люба Чтобы не видел Боженька И о многом другом После рекламы Я с вами Вы слушаете Дэвид Зон Радио 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 В эфире программа Крылья из чердака С вами Валерия Коренная Мы продолжаем Нашу программу В студии Валерия Коренная Сегодня мы Вспоминаем Актрису Любовь Полищук Ее прекрасные роли И не самую Прекрасную жизнь Но прежде чем Мы полетим дальше На наших крыльях С чердака Несколько важных слов И я уверена Что многие из вас Хотели бы Выглядеть моложе Но многие не знают Как этого добиться Я могу помочь Я точно знаю Куда вам обратиться Только к профессионалу Пластический хирург Доктор Борис Марткович Умеет омолаживать Звоните сегодня 718-304-72-75 У него огромный опыт работы Он делает все виды косметических операций Включая подтяжку век Лица Уменьшение или увеличение груди Удаление жира в области живота Безоперационную подтяжку И лазерное омоложение лица и шеи Ну и конечно же уколы ботокса И наполнителей Для разглаживания морщин Которые должен делать Только пластический хирург Я на этом всегда настаиваю Так как он Никто не знает Анатомию вашего тела и лица Записаться к пластическому хирургу Доктору Борису Мартковичу Можно предварительно По телефону 718-304-72-75 Доктор не принимает Медикейт и Медикер Но принимает в двух офисах На Брайтоне и в Нью-Джерси Энглвуд-Клифс Борис Марткович Доктор вашего лица и тела Это я вам точно говорю И по секрету Это не реклама Это правда 718-304-72-75 Не самая счастливая жизнь Выпала на долю актрисы Любови Полищук Да какое там Трагическая жизнь Трудная с самого детства Отец Железнодорожный строитель Мать швея Сестра Валя Младше на 3 года Брат Толя на 10 Все хлопоты На плечах старший Любы И картошку пожарить Родителей с работы Встретить и накормить И воду принести И дом прибрать Она таскала уголь В барак, где они жили Растапливала печь Пилила дрова Как же я проклинала Эту работу Вспоминала Впоследствии актриса Как дико После нее Болела спина Отец Любы Был строгим Отчасти деспотом Я сказал И все Мать Драла ремнем И говорила Любка Будешь бандитничать Знай Там за зеркалом Сидит Боженька Он оттуда Смотрит на тебя И мне потом Все рассказывает На всякий случай В маме На отсутствие Люба набрасывала На зеркало шаль Чтобы он Оттуда Не видел А сама она любила Изображать из себя Кого-то То Софи Лорен То Робертина Лоретти Здорово пела его голосом То Зыкину То Зою Космедемьянскую Даже челку Под нее подстригла Отец При всей своей суровости Избил ее Лишь однажды Когда она заканчивала Восьмой класс Сказал Любка Экзамены на носу Все девчонки Как девчонки А ты носишься С парнями Замахнулся ремнем И она подумала С Зоей Космедемьянской Было еще хуже И пока он бил Люба молчала Потом долго болела спина А с мальчишками Она всего-то гоняла Футбол Была нападающим Однажды получила Мечом полбу Потеряла сознание Упала И сильно ушибла Спину Отец как-то приехал В Москву Посмотрел один из ее спектаклей И сказал Ну шо я могу тебе сказать Любка Еще лет пять Так подергайся А дальше шо Профессии-то нет Говорил тебе Иди в строители А дочь тогда уже Звание заслуженной Артистки получила И мама говорила Любка Ну ты ж взрослая женщина А вся в синяках Царапинах Ну как не стыдно Нет чтобы в костюмчике В белые кофточки Как все артистки снимаются А ты все время То оголяйся До неприличности То побитая ходишь Вы ничего не понимаете Я характерная артистка Отвечала Люба На что мать говорила Ты не артистка А шалава Она и всю жизнь Шалавой и называла И еще больше утвердилась В этом мнении Увидев ее танго В 12 стульях С Мироновым Многие тогда Подхватили версию Что вот тогда И начались у актрисы Серьезные проблемы С позвоночником Это опровергал Режиссер Марк Захаров Но как бы то ни было Любови Полищук Со здоровьем не везло В 84 году У них с Сергеем Родилась дочка Мариетта Кесарева Была сделана неудачно Люба долго приходила В себя Спустя 7 месяцев У нее разорвался Аппендицит Срочно оперировали И вновь не лучшим образом Резали второй раз К тому времени Она уже играла На сцене Где надо было И на шпагат садиться И становиться на мостик И все это время Полищук снимается И уже гремит Новая большая роль Выходят все новые И новые эпизоды Сериала Моя прекрасная няня Когда смотришь на нее В этой работе В роли Любови Прутковской Кажется, что Наконец-то Актриса Обрела то, что Хотела Чудесная роль Которая понравилась Ей сразу Как только Она прочла сценарий Успешный сериал Прекрасные партнеры Но мы с вами Зрители Узнаем гораздо позже Что уже через год После начала съемок У Любови Полищук Начались Гораздо более Серьезные проблемы С позвоночником Нежели те Которые сопровождали Ее всю жизнь В Москве Долго не могли Поставить диагноз Лечили не от того Думали защемленный нерв Оперировали Было тяжелое восстановление Лишь израильские врачи Установили Неутешительный диагноз Последняя серия Моей прекрасной няни Долгожданная свадьба Единственный эпизод В котором Любовь Полищук Снялась после выхода Из больницы Она не могла Подвести партнеров Ведь ее героиня Своим уходом Ни за что Не могла бы Разрушить Долгожданную свадьбу Дочери Поэтому на съемке Последней сцены Сезона Свадьбы Любовь Григорьевна Приехала уже Очень больная Но глядя на нее Сейчас на экране Никто этого не скажет Она по-прежнему шикарна Актриса Полищук На экране Активная Громкоголосая Женщина Все контролирующая При этом Добрая и искренне Не привыкшая Скрывать свои чувства И эмоции Она может И за трещину дать И расцеловать А за кадром Женщина Любовь Полищук Проходила Проходила курсы Любовь была нужна Казалось Все только начинается Вот оно и счастье личное Новые возможности В работе Но Увы Создателем сериала Моя прекрасная няня Не оставалось Ничего другого Как списать Сценарий С жизни И героиня Любови Полищук После шестого Сезона Так же Как и сама Актриса Уходит из жизни Полищук Говорила Что редко Плачет Даже на сцене Или в кино Заплакать Для нее Было проблемой Но она Всегда оставалась Женщиной И сохраняла Независимый вид Так что Никому и в голову Не могло прийти Что у нее Что-то не так И все-то у меня Всегда было в порядке Говорила она Для окружающих Все кто бывал У меня дома Жванецкий Инин Мережко Входили И у них буквально Отваливалась челюсть Качали головами А мы-то думали Ты купаешься В розовой пене У этой удивительной Женщины был даже Не мужской А железный характер Когда дело Касалось профессии Надо сесть На шпагат Для роли Сядет Надо похудеть За неделю Сделает Если бы Снять ее жизнь Получилась бы Эксцентричная Трагикомедия Так сказал О маме Сын Алексей Макаров Она При всей своей Софи Лореновской Внешности Не боялась Быть клоунессой Играть характерные Нелепые Смешные роли За это ее И полюбили И еще За порядочность И за то Что никогда Никого не подводила Ни в работе Ни в жизни Будучи темпераментной От рождения И актрисой По профессии По словам сына Мама его не пилила Нет Она Она сразу Срывалась В крик Как и все Легковозбудимые Артистки Надо было Дать ей Накричаться И через Десять-пятнадцать Минут Она успокаивалась Филозоф Как-то Попросил у нее В долг Пятьдесят долларов Она Поинтересовалась А когда Вернешь Он Пообещал Вернуть Через два дня Она Деньги дала Через два дня Филозоф Трижды Заходил К ней Это было В Коктебеле Но не заставал И он Передал деньги Через ее Приятеля Который потом Сказал Вы первый Человек Который Отдал ей Долг Никто не отдавал Она и не держала Ни на кого зло О болезни Своей Говорила так На время Спектакля Ты всегда Здоров Нынче Вот в наши Времена Если ничего Плохого О человеке Не сказать Это уже Не новость О любови Полищук Плохого Не скажешь Ни по ролям Ни по жизни Сила характера Долгое время Помогала ей Выживать Она очень Хотела жить И все-таки Настал тот момент Когда актриса Устала бороться И отказалась От дальнейшего Лечения Последние часы Своей жизни Она провела В кругу близких 28 ноября 2006 года Любовь Полищук Ушла тихо Во сне В своем Последнем Фильме Комедии Комедии Испанский Вояж Степаныча Полищук Играет в дуэте С Ильей Олейниковым И как всегда Заставляет Нас С вами Смеяться Да что там Хохотать Даже Напоследок Чтобы запомниться Яркой Звездой У которой Все всегда Прекрасно Как то она сказала Если бы мне довелось Начать жизнь Сначала Я бы ничего В ней не изменила Ни на йоту Потому что Жизнь у меня была Хоть и страшная Но зато Очень интересная Некоторые Свои ошибки Я бы даже Несколько раз Повторила Потому что Это моя жизнь По моему Сказано Потрясающе В этом была Вся любовь Полищук Действительно А иначе Зачем на земле Этой Грешной Живу Я благодарю Звукорежиссера Акмали Тахирова И вас Уважаемые радиослушатели И оставляю вас Наедине С вахтангом Кикабидзе Который поет Песню Булата Куджавы Виноградная косточка А мы с вами Услышимся В следующий вторник В полдень С вами в студии Была Валерия Кореная Все что вы слышите В этой программе Не новость Но тоже правда Виноградная косточка Теплую землю Зарою И лазу Поцелую И спелые грусти Сорву И друзей созову На любовь Свою сердце Настрой А иначе За прегрешение За прегрешение А иначе Зачем На земле Этой Гречной Живу Темно-красно Свою Для меня Будет петь Моя дарь Черно-красно Чернове Свою Преклоню Перед нею Главу И заслушаюсь Я Юмором От любви И печаль А иначе Зачем На земле Этой Гречной Живу И когда Заклупится Закат По углам Залетаю Пусть опять Передо мною Половодная Вон Синей Буйвол И бел И форель Золотая А иначе Зачем На земле Этой Гречной Живу Виноградную Косточку Теплую Землю Зарой И лозу Поцелуй И спелые Грозди Сорву И друзей Созову На любовь Свою Сердце Настрой А иначе Зачем На земле Этой Гречной Живу А иначе Зачем На земле Этой Гречной Живу Вы слушали программу Крылья с чердака Автор и ведущая Валерия Коренная Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова